Здравствуйте! Вы смотрите проект «В гости» и сегодня с нами человек, чей образ и чей голос является неотъемлемой частью счастливого детства нескольких поколений приморских телезрителей. Итак, у нас в гостях Наталья Львовна Винокурова. Здравствуйте! Здравствуйте! Наталья Винокурова – автор и ведущая программ на приморском телевидении, в числе которых легендарные детские передачи «Сказка за сказкой» и «Домашний за осад». В юности Наталья Львовна мечтала о профессии врача, после школы окончила медучилище и работала фельдшером скорой помощи. А затем, случайно попав на конкурс дикторов, получила предложение работать на телевидении. Свои первые телепрограммы Наталья Винокурова вела в Комсомольске-на-Амуре, позднее перебралась во Владивосток и стала одним из самых узнаваемых лиц приморского телевидения. Посвятив работе в кадре около 30 лет, Наталья Львовна сменила роль деятельности и стала детским педагогом. Сегодня она преподает на театральном отделении детской школы искусств и очень гордится своими учениками. Вы у нас сегодня в гостях, поэтому будем строить разговор о вашей линии жизни, я так думаю. Знаю, что на телевидение вы попали таким не совсем прямым, не очевидным для себя путем, вы об этом не мечтали с юности, вы даже получали образование в другой области, насколько я знаю. На телевидение я попала, ну можно сказать, случайно. Вообще, я изначально была фельдшер скорой помощи, и я работала очень долго на скорой помощи. Завода Ленинского комсомола там такая была скорая помощь, даже ездила в Москву на стажировку специалистов, чтобы повысить свою квалификацию. Меня там даже оставляли, но я почему-то не решилась, почему-то мне было страшно. Москва вон как далеко, а телевидение, ну просто я в самодеятельности очень часто участвовала с юности. И когда вот этот конкурс был объявлен, у меня подружка работала помощником режиссера. И она как-то однажды пришла в гости, стала мою маму уговаривать. Ну вот и она загорелась, ну каждой же маме хочется, чтобы ее ребенок там посвятился. И вот они меня стали уговаривать, я говорю, да вы что смеетесь? Слышите там, что говорят? Фотогеничный должен человек быть, а я обыкновенный. Ну и вот, когда был первый тур, как-то так получилось, что вроде прошла. И мне предложили работать сразу. Ну я думаю, как же так? Я же все-таки эту профессию не знаю, знаю медицину, которую я просто обожала, я любила это дело. И я говорю, вы знаете что, давайте попробуем, я буду, будет у меня основная работа, моя медицина, моя любимая, а уж вот тут я буду подрабатывать. И вот немножко поработала, и мне потом говорят, что ты знаешь, после ночных дежурств ты очень уставшая. Уже нет нужной энергии, да? Да, нужно, наверное, что-то вот поменять. И тогда я поменяла, и наоборот, я перешла работать на телевидение. Вообще в детстве я мечтала быть врачом, артисткой и учителем. И вот так получилось, что я попробовала все эти три профессии. Вот сейчас я остановилась уже на педагогической работе. А удивительно, вам не предлагали вести медицинскую программу за вашу долгую карьеру на телевидении? Медицинскую мне не предлагали, но вела я всякие программы, потому что в то время дикторы телевидения делали все. Я больше была расположена к детским, к таким концертным программам. Новости я вела, но мне говорили, что очень ты мягко их ведешь. Да, да. Очень прям по-доброму, как-то сказочно. Там такая была передача в Комсомольском наборе, называлась она «Спокойной ночи малыши». Я просто читала им сказки, открывала книжку и читала. А вот сюда, вот здесь, во Владивостоке, сюда привезли эту передачу из Хабаровска. Ее привезла очень хороший, замечательный режиссер Роза Салюк. Ой, ты же легендарная женщина. Очень, да. И оператор Фарид Уразбаев. Они оба, вот он как оператор привез, она как режиссер. Вот мне ее отдали, и я была страшно рада этому. И она делалась сначала по образу и подобию, как в Хабаровске. Но нам же хотелось, чтобы у нас было все не так, чтобы мы делали лучше. И вот мы сначала... Я читала художник, рисовала что-нибудь. А потом стали приглашать студентов нашего Института искусств. И каждый раз она как-то приобретала новую, новую, новую форму. А потом пришел молодой режиссер, такой Саша Косицын. И... А мне уже захотелось чего-то другого. Я говорю, а давай мы попробуем живьем. Тогда уже были спецэффекты, были очень такие хромакеи, вот такой был спецэффект. И тогда уже записывать мы стали, поэтому мы делали стоп-кадры. Я сначала вот говорила, здравствуйте, ребята. Сегодня тра-та-та-та-та-та-та-та, мы послушаем то-то-то, я расскажу вам про это и про это. Потом был стоп, я переодевалась, допустим, или Василису Прекрасную, или там еще в кого-нибудь. Получилось, как будто я вот актриса, театр одного актера. Я на разные голоса пыталась говорить, получалось или нет, не знаю, но зрителям нравилось. Писем было много, рисунков было много, поделок было много. Просто мешки стояли у нас большие. Да, раньше обратная связь с телевидением, она была такая очень исчезаемая. Очень сильная, да, очень сильная была связь с телевидением. Дети писали. Нет, передача была очень хорошая, добрая. Потом была вот эта передача, появилась передача «Домашний засад». Каких мы только передач не делали, куда мы только не ездили. И вот как-то однажды даже было, мы делали передачу о кошках, была задумка, чтобы я эту передачу вела с крыши. И я прям по лестнице железной забиралась на крышу. Ну, правда, мы снимали эту лестницу с одного дома, на крыше были огромного девятиэтажного дома. А я страшно боюсь высоты. Вот я просто очень боюсь. Вот я говорю, все, давайте снимать, но чтобы я не видела вот низ. То камера не пошла, то звук не пошел. Ну, как оно всегда бывает. Да-да. Я говорю, ребята, давайте, пожалуйста, скорее снимайте, а ночью я уже просто не смогу на крыше стоять. Мы ездили с передачами с этими вето животных на конкурсы. Мы были в Пятигорске, и там произвели просто фурорно наша передача. Ее все смотрели, она была небольшая, где-то 15-20 минут ее крутили бесконечно. И все спрашивали, как? У меня спрашивали, ну, ты что, дрессировщица? Я говорю, да нет, конечно. У нас на Батарейной, вот где набережная, там же, вот сейчас там, по-моему, магазин аквариумов, что-то вот такое. А раньше там была такая выставка, там небольшая была животных. Там были и ушастый ежик, и удав, и кого там только не было, и лисички. А изначально человек, который этих животных всех собирал, вот, к сожалению, не помню я его фамилию, он у себя дома собирал. У него маленькая была квартира, где-то 15-16 метров, по-моему. Я помню, когда мы туда приехали первый раз, удав, Даша лежала на раскладушке во всю длину. И тоже был интересный такой момент. Ну как, надевают ее на меня, я говорю, здравствуйте, уважаемые телезрители, здравствуйте, ребята. И это вот Даша по мне ползает. Один оператор, он, смотрю, бледнеет, он говорит, я не могу переносить змей, это все плохо. У него своя фобия. Да, стоп, остановили, Дашу сняли, положили. Потом опять Дашу надели на меня, значит, начинаем снимать что-то со звуком. Сняли, положили. В общем, так ее снимали и клали на раскладушку раз, наверное, пять. И когда в очередной раз на меня ее надели, вот тут я поняла, почему удав называется удавом. Потому что она обвела, ей надоело, это же животное. И все, она обвела меня вокруг грудной клетки. Я чувствую, она начинает меня сдавливать. Думаю, только бы текст не забыть, только бы не забыть текст. И, ну, ни в коем случае не показать всем остальным, что со мной что-то не так. Потому что бросится меня ж выручать, а змея подумает, что тут вообще ей плохо хотят сделать. Что будет, не знаю. И поэтому я таким немножко придушенным голосом говорила. Ну, вы всегда же, когда выйдет в эфир передача, и это у нас, и у вас, наверное, какой-то день, когда обсуждают. День, когда летучка. И когда говорят, что-то получилось, что-то не получилось. Ну, вот и дежурный критик говорит, да, передача интересная, все хорошо. Только почему-то Наташа каким-то таким сдавленным, задушенным голосом говорит. А я потом подошла к дежурному критику и говорю, вот если бы ты попробовала вот так, она говорит, а ты что? Я говорю, да, такая вот была ситуация. В объятиях удава. В объятиях удава. Ну, и все, мы подружились с Дашей. Каждая передача чему-то меня учила. Передача «Сказка за сказкой» учила понимать детей, любить их. Вот просто их любить такими, какие они есть. Шумных, значит, шумных. Тихих, значит, тихих. Капризных, значит, капризных. И я поняла, что не надо их переделывать. Нужно просто с ними дружить, их любить. И тогда они будут тебе делать все, что ты хочешь. Как захочешь, так ты их выстроишь. Я вот сейчас педагог, у меня много детей в школе искусства на театральном отделении. Порой мне родители говорят, вот мой такой, такой, шалит. Он, наверное, вам там не дает ничего делать. Я говорю, ну, сегодня не дает, завтра даст. Сделаем. Вот вы там то-то, то-то. Я говорю, да не волнуйтесь, все будет хорошо. И родители всегда говорят, они спрашивают, ну, как мой? Я говорю, прекрасно. Ваш замечательный. Ваш чудесный. А ваш вообще прекрасный. Все талантливые до одного. Вы появились на экранах, когда дикторы, ну, скажем, центрального телевидения, наверное, имели такую же популярность, как космонавты или как звезды эстрады. Вот здесь, на региональном телевидении, вас догоняла такая узнаваемость? Конечно, любили и вообще считали, что мы какие-то, хотя мы, нам было так странно, но какие мы такие же, вот такие вот из мяса, из костей, как все обычные люди. Но когда, допустим, узнавали, что ты, видели тебя на экране, или там кто-то говорил, вот там, я познакомился там с диктором. Как? Да ты что? Я просто помню, однажды еду в автобусе после дежурства, ну, вот так дежурила 12, мы дежурили до 12 часов, это живье, отговорили программу, сказала им программу на завтра, погоду, в общем, все-все-все-все, до свидания. Ну, и ты, ну, немножко там снимаешь, а такое, где грима, а также ты вся такая хорошенькая, намазанная, накрашенная. И вот я села в троллейбус, еду домой. А троллейбус, в принципе, люди все сидели, и так, наверное, 2-3 человека стояло, ну, и я тоже стою. Один мужчина на меня внимательно так смотрит, смотрит, смотрит. А мне уже, я уже понимаю, что он мучается, где-то же он меня видел, а не может вот что-то вот сообразить, где. Потом все-таки он решился и говорит, вы меня извините, пожалуйста, где его мозг, где я вас мог видеть? Я говорю, да у себя дома. У меня дома? Я говорю, ну, конечно, у вас дома. Я к вам без стука вхожу каждый день. Как? И сегодня были? Я говорю, да только что. От вас. Вообще он ничего понять не может, потому что как? Я была дома, когда... Окружающие не расхватывались. А окружающие слышат и тоже начинают оглядываться, и тоже уже понимают, уже узнают, уже начинают кто-то шушукать, кто-то смеяться, кто-то улыбаться. И когда он на молодежке вышел, и когда он меня увидел в окно, он... А-а-а! Центролейбус просто грохнул от смеха. Ну, все поняли. Вот так что вот такое вот. По-моему, зрители к нам хорошо относились. Все-таки мы же были как будто члены их семьи. Конечно. Мы же входили каждый вечер. Поэтому и думали, что мы очень богатые люди. Мы же каждый раз были во всем новом. Вот, кстати, наряды – это отдельная тема. Я наслышана о том, как... А наряды – это просто... В общем, мы были фокусниками. Да, да. Потом мы возьмем бантик. Вот я переверну кофту задом наперед, она уже по-другому смотрится. Прицеплю какой-то бантик. Ну, вот так по-всякому выкручивались. Нас как-то один раз пустили в этот салон новобрачных. Ну, это пустили и сказали, значит, покупаем что-то одно. А у нас глаза разбежались. Тогда же ничего в магазинах не было. Туфли, материал, ой, кофты. Ну, мы же все девочки, мы же все любим наряжаться. А нам сказали только что-то одно. Ну, вот мы и купили. Я говорю, ты вот это покупай, ты вот это, ты вот это. Потом будем меняться. Мудрый выход из ситуации. А свой самый первый в жизни эфир вы запомнили как нечто вот совершенно особое, как вот этот ваш вход в новый мир? Это был Комсомольск-на-Амуре, студия, телевидение. Оттуда я начинала, и всегда я о них вспоминаю с теплотой. Я уронила карандаш. В эфире? Не в эфире. Вот там идет заставка. Я уронила карандаш, бедный режиссер, она сидела за пультом. Она говорит, куда делся диктор-то? И тут я вылезаю. Добрый вечер, товарищи. Начинаем наши передачи. Она говорит, где ты была? Я говорю, под столом. Вот, кстати, сейчас вы сказали приветствие советского периода телевидения. Добрый вечер, товарищи, да? Ну, потом наступил момент, закончился Советский Союз, и советское телевидение перестало быть советским, стало российским. Вот вы этот переход в своей работе как ощутили? Ну, мы просто говорили добрый вечер, друзья, уже не говорили товарищи, говорили друзья. А мне легче всех было, потому что я уже перешла на авторские программы. У меня было две программы авторские. И мне не надо было говорить товарищи. Я говорю, здравствуйте, ребята. Здравствуйте, мамы, папы, бабушки и дедушки. Проблем такой особенной не было. Вот этот дух свободы, который постперестроечный, пришел в общество, и на телевидение он тоже пришел, и плеядой молодых журналистов, да, и какими-то проектами и так далее. Вот вы в этом чувствовали какую-то особую перспективу, что-то такое? Я в 89-м году уехала в Москву на два месяца на курсы повышения квалификации. И педагогом у меня был Кириллов Игорь Леонидович. Я благодарна судьбе, что так вот случилось, и что я действительно была его ученицей. Я была последней из всех. И когда, вот он с нами разговаривал, он говорит, что наступает такое время, уже действительно наступало такое время, когда редакторы будут превалировать в эфире, а мы уже, наша профессия будет отходить. И учитесь работать как журналисты. Ну, поскольку вот у меня уже к тому времени были свои программы, мне было легче, ну, не знаю, я не могу сказать, у меня как-то это вот само собой произошло, потому что я снимала, я брала интервью, я писала тексты. Вот я лично этого не чувствовала. Вы уже были готовы журналисты и для нового времени. У меня уже вот как-то так оно само постепенно, так оно и произошло. У меня это плавно произошло, без всяких проблем. Вы вообще сегодня часто возвращаетесь мыслями к тем дням телевизионным, творческим? Нет, сказать честно, мне просто некогда. Ну, вот я говорю, когда я уходила с телевидения, да, телевидение – это как наркотик. Оно захватывает тебя целиком и полностью. И ты уже себя нигде в другом месте и не представляешь. И я не представляла. И думала, что да если я уйду с телевидения, я просто умру. Но я не умерла. Просто, видимо, перевернулась моя страничка очередная в моей жизни. И вот я стала преподавать. Видимо, во мне столько накопилось всего того, что я могу дать. И я это раздаю. Вообще в вас очень чувствуется вот это игровое начало. Это артистическое, детское. Мне кажется, ваш внутренний ребенок, он по сей пору живет в вас. Это же хорошо. Я даже когда работала в медицине, то я начинала с детской поликлиники. Я работала с врачом, сидела с врачом. А потом так получилось, что врача не стало. Ну, дефицит тогда был медицинских работников с высшим образованием. Я же все-таки была средним медицинским работником. А фельдшер, говорю, позволялась сидеть одному на участке. И вот я была на детском участке. И у меня как-то так случилось в жизни, что все связано с детством. Вот поэтому, наверное, у меня так все. Детство во мне так и осталось. Да, это очень чувствуется. Мой, наверное, последний вопрос не могу не спросить. После сотен прочитанных сказок для телезрителей, вы выделяете для себя какую-то любимую сказку? Нет, любимых сказок нет. Все сказки для меня самые замечательные. Вообще, любимые мои сказки, это такие, которые я читаю своим внукам. Рассказываю, вернее, своим внукам. У меня два внука. И я, когда они совсем были маленькие, сейчас одному восемь, другому десять, ну, уже не совсем крохи. А когда они были маленькие, вот сначала Алешке, старшему внуку, я придумала сказку про фифу, такая вот, сороконожка фифа. Потому что у нее было очень много ножек, и она такая выбражуистая была. И она наряжалась, смотрела на себя в зеркало и говорила, фи, вот это я не надену, фи, вот это. Поэтому ее прозвали фифой. А еще я хотела, чтобы он выговаривал хорошо буквы фе. Фе очень трудно выговаривается маленькими детьми. И вот я ему рассказывала, вот она туда-то пошла, у нее друзья были, бабочка Барби, кузнечик Кузя у нее там был. И, в общем, там у нее много-много всяких друзей было. А потом он стал заказывать тему. Он говорит, расскажи мне, как она поехала на Северный полюс. Вот мы, значит, вот она собирает чемодан, она там едет, ну, всякие приключения. А концовка должна быть такая, что ей нужна помощь. Она попадает в какую-то ситуацию такую очень опасную. И вот никто уже ей помочь не может. И тут на помощь приходит мальчик Алеша. И он, конечно, отхлопывает ее, отхлопывает ее, и садит себе в карман. И они возвращаются домой. Потом появился Илюша. И Илюша тоже подключился к этому. И он тоже слушал. И вот они потом меня уже замучивали. Расскажи. Я начинаю рассказывать? Они начинают перебивать и вклиниваться. И то есть у нас получается такая общая сказка. Этот рассказал, этот рассказал, этот рассказал. И вот такая вот прям большая-большая сказка. Мне кажется, Наталья Львовна, что когда у вас станет чуть больше свободного времени, вам нужно сесть и написать детскую сказку, оформить все ваши придумки в детскую книгу. Это будет прекрасно. Но пока я рада, что времени у меня нет. Нету. Если оно даже и появляется, то у меня обязательно появляется Алешка и Илюшка. И тогда у меня все на них. Спасибо большое, что заглянули к нам в гости. Наталья Львовна. Спасибо, что позвали. Я вам желаю такой же неиссякаемой энергии. Очень приятно рядом с вами находиться. Мне кажется, вы очень заразительный и в хорошем смысле человек. Спасибо. Спасибо вам большое. Спасибо. До свидания. До свидания. До свидания.